У меня есть две вазы для цветов, которые требуют переделки. Они свою функцию выполняют хорошо, но абсолютно не подходят под интерьер. Устаревший дизайн, я хочу его переделать. Такими вазочки были до переделки. И вот что у меня получилось после переделки. Вот такие две прекрасные, я считаю, вазы получились у меня. Итак, приступаю к переделке. Вот такая вот у меня есть ваза, чистая, сухая. Я буду использовать гипсовую белую штукатурку. Можно брать абсолютно любой фирмы. Главное, чтобы она была мелкая, белая, финишная. Делаю достаточно плотную массу. Чтобы эта гипсовая масса хорошо прилипла к вазе, необходимо предварительно вазу прогрунтовать. Так как у меня строительной грунтовки не оказалось под рукой, я взяла обычный столярный клей ПВА-Д3. Развела его немножко водой и таким образом прогрунтую вазы. Клей ПВА очень быстро высох. И сразу же я наношу мою белую гипсовую смесь, закрывая все неровности, перекрываю весь мне ненужный рисунок. Для работы можно взять маленький шпатель. У меня мастихин, но мне так удобнее работать. В принципе, совершенно не важно, каким образом нанести гипсовую штукатурку. Хоть даже ножом или ложкой. Главное нанести гипсовую штукатурку аккуратно, ровненько, чтобы ничего не торчало. Следом я делаю и вторую вазу по такому же принципу. Сперва буду грунтовать вазу клеем ПВА, разведенной водой. И дальше буду наносить гипсовую штукатурку. Перекрывая все неровности, все вот эти выпуклые цветочки, все это я буду перекрывать штукатуркой. Если в процессе работы гипсовая масса начала застывать, необходимо добавить немножечко воды и эту массу тщательно перемешать. И дальше продолжать работать. Спасибо. Гипсовая масса полностью высохла. И вот такой вот вид имеет вазочка. В принципе, мне нравится уже даже в таком виде. Но я продолжу декорировать дальше свои вазы. Вот в таком вот виде они пока находятся у меня. Далее я опять буду использовать гипсовую белую финишную штукатурку. Только теперь я ее буду разводить еще гораздо более жидкой, чтобы можно было ее поместить в кулинарный пакет. Он называется кулинарный конвертик. Мне это необходимо, чтобы дальше выдавливать из этого конвертика нужный мне рисунок. Кончик от уголочка отрезаете не спеша. Сначала немного. Проверьте, хватит ли вам этого отверстия. Если не хватит, то лучше немножечко дорезать. Чем сразу отрезать. И это окажется слишком большое отверстие. Вот такими вот простыми движениями я буду делать шарики. Пока они у меня не сильно получаются шарики. Они больше острые. Получаются ежики. Но потом после высыхания я затру эти ежики. И будут у меня вид шариков. Хотя этот рисунок в виде ежиков тоже очень симпатичный. Процесс нанесения массы таким образом не занимает слишком много времени. Этот процесс творческий, интересный и даже, можно сказать, немножечко успокаивающий. Вторую вазочку я сделаю точно так же. Декорирую такими же шариками. Таким же способом. Вообще, при помощи этого кондитерского уголка можно декорировать любым рисунком. Можно полосками. Можно делать небольшую волну. Можно рисовать кружочки, цветочки. Все, что вам вздумается. Дальше я смотрю, чтобы гипсовая масса застыла. Но не до конца не закаменела. И чтобы хорошо можно было сгладить вот эти острые кончики, которые нам совершенно здесь не нужны. Если гипсовая масса полностью застынет, тогда нужно брать наждачную бумагу и затирать их, зачищать, заглаживать наждачной бумагой. Но пока они до конца не застыли, я беру губку обычную, смачиваю водой. И очень легко и просто сглаживаются все острые уголочки. Таким образом, ваза у меня будет гладкая. Вот такой вот вид она имеет. Вот такие вот шарики. Напоминает немножечко попкорн. Вот такой вид у меня имеет вазы. Теперь я свои вазы оставлю на сутки до полного высыхания. Чтобы очень хорошо просохла гипсовая масса в самых глубоких слоях моей вазы. После полного высыхания гипсовой массы я буду окрашивать вот такой вот краской. Это эмаль акриловая, белая, глянцевая. Она идет для радиаторов. Но также производитель рекомендует ее наносить на бетонные изделия, деревянные, металлические. Поэтому для наших изделий вполне она подойдет. Кисточкой работаю в разные стороны, чтобы краска проникла во все углубления, во все наши шарики. Чтобы все хорошо прокрасилось. Я окрашиваю этой акриловой эмалью в помещении, так как она не имеет запаха и высыхает в течение часа. А летом в теплую погоду даже быстрее. Главное внимательно смотреть, чтобы не пропустить ни одно место, чтобы не осталось без окрашивания. Вторую вазочку я сперва покрасила белый цвет, но потом решила, что пускай она будет золотистая. Это у меня золотая акриловая краска. Я ее буду наносить небольшой кистью, чтобы хорошо прокрасить все углубления, все шарики, чтобы все хорошо прокрасить. И вот такой вот вид имеет моя золотая ваза. Она уже высохла, пока я до конца нанесла эту золотую краску, акриловую краску. В вазах уже в принципе и высохла. Но для большей прочности я эту вазу покрою вот таким вот паркетным лаком полиуретановым. Он прозрачный, без запаха и также быстро сохнет. Расход что лака, что краски идет минимальный. И вот после переделки мои вазы приобрели вот такой вот потрясающий вид. Мне очень нравятся эти шарики в виде декора на вазах. Кстати, можно было их делать разной величины, мельче, крупнее и тогда, мне кажется, даже интереснее было бы. Эти вазы гораздо лучше подходят под этот интерьер, чем прошлый вариант ваз. Напишите ваше мнение по поводу переделки. Мне очень интересно, я все комментарии читаю. Буду очень рада, если кого-то из вас я вдохновила на переделку или другие творческие подвиги. У меня на канале много интересных творческих идей. Смотрите, подписывайтесь, буду рада. А пока прощаюсь с вами. Всем желаю мирного дня, хорошего настроения, творческих идей и возможности их реализовать. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok